здравствуйте меня зовут Ольга приветствую вас на канале КВТ сегодня я расскажу вам об анализаторах воздуха без чего не может прожить человек без еды около двух месяцев без воды 5-7 дней без воздуха не более 10 минут по данным всемирной организации здравоохранения более трех с половиной миллионов людей ежегодно умирают от загрязненного воздуха внутри помещений кому-то эти цифры могут показаться угрожающе большими а кто-то подумает что в планетарном масштабе это не так уж и много ведь нас более 7 миллиардов информация о качестве воздуха анализируется при помощи европейского индекса качества воздуха которые соответствуют определению европейского агентства по загрязнению окружающей среды по-английски это European Environmental Agency индекс рассчитывается по пяти основным загрязняющим веществам которые регулируются европейским законодательством это озон диоксид серы диоксид азота и взвешенные частицы 2 с половиной и 10 микрометров соответственно индекс качества воздуха рассчитывается либо моментально либо в среднем за день и понятно что чем выше значение индекса тем грязнее воздух воздух в помещениях может значительно отличаться от воздуха вне помещений причем не всегда в лучшую сторону поэтому стоит внимательно отнестись контролю за качеством воздуха и оценки мер принятых для его улучшения кроме показателей температуры и влажности воздуха большое значение влияния на наше здоровье оказывает содержание воздухе таких веществ как диоксид углерода формальдегиды бензол взвешенные частицы диаметром 2 с половиной и 10 общие летучие органические соединения которые еще называются твок мы находимся в центре печати юнипринт несмотря на то что в относительно небольшом помещении собрано огромное количество копировальной техники воздух здесь достаточно чистый мы видим что нет превышения по уровню формальдегида взвешенные частицы в норме летучие вещества два с половиной 10 те которые как раз должны по идее здесь зашкаливать если верить информацию из интернета уровень бензола в норме уровень углекислого газа в норме получается обманывают нас и не такие уж вредные принтеры давайте попробуем разобраться и в этом нам поможет дмитрий дмитрий скажите пожалуйста почему техники много а воздух чистый в своей работе мы используем современные технологии современное оборудование которое позволяет минимизировать риск попадания воздух вредных частиц и плюс мы сделали приточно-вытяжную вентиляцию которая очень быстро очищает покажете как заменить карты получается можно спокойно пользоваться офисными принтерами и домашними домашними тоже можно пользоваться но пользоваться только заводским расходным материалом и пытаться самостоятельно перезаправить порошковые тонеры кого не обрадует вид свежего ремонта дома или другого помещения с новыми предметами интерьера и техникой при виде свежей краски на стенах и новой мебели вряд ли захочется думать о формальдегидах да и вообще что не является сильным раздражителем для органах чувств привлекает мало внимания и напрасно это вещество сильно действующий яд первого класса опасности который действует непосредственно на клеточной структуры запах настолько неприятен что порог чувствительности не превышает 0,1 миллиграмма на кубический метр по данным организации здравоохранения это как раз предельно допустимая норма вы не почувствуете этот запах если уровень формальдегида находится в пределах от 0,1 до 0,3 миллиграмма на кубический метр для того чтобы проанализировать воздух в мебельном магазине мы поставили здесь прибор квт эколайн анализатор воздуха от компании квт мы видим на показаниях расположенных на дисплее что уровень формальдегида находится в пределах нормы мы не чувствуем резкого запаха все огонечки горят зеленым цветом это значит что в принципе этим воздухом можно дышать без вреда для здоровья мы живем в новых условиях которые вынуждают нас пользоваться антисептическими средствами для того чтобы защитить себя от нежелательных бактерий и вирусов посмотрим так ли они безопасны я беру обычный антисептик и обрабатываю руки обратите пожалуйста внимание что мои руки находятся примерно на одном расстоянии от моего носа органов дыхания дом прибора анализатора воздуха и посмотрим как среагирует он мы видим как увеличивается уровень формальдегида видим оранжевый сигнал то есть у прибора есть подсветка которая поможет нам распознать сигнал о превышенном уровне формальдегида а также звуковой сигнал если вы находитесь не рядом с прибором мы проводим на работе более 8 часов в день это достаточно много поэтому воздух которым мы дышим в офисе оказывает важное влияние на общее состояние здоровья и производительность труда из курса общей химии мы знаем что диоксид углерода это бесцветный газ без запаха поэтому его высокое содержание в воздухе можно определить только по ухудшению общего самочувствия углекислый газ нетоксичен но при вдыхании его повышенных концентраций в воздухе по воздействию на живые организмы его относят к удушающим причем удушение происходит не постепенно а внезапно это особенность системы регуляции дыхания объясняет почему в самолетах случае разгерметизации салона самолета в первую очередь следует надевать кислородную маску самим прежде чем пытаться помочь кому-либо еще делая наоборот помогающий рискует быстро потерять сознание сам при этом даже не ощущая до последнего момента какого-либо дискомфорта или потребности в кислороде в обычных условиях повседневной жизни на помощь в подобном контроле над ситуацией приходят различные приборы которые сигнализируют о повышении уровня co2 в воздухе так что простое проветривание поможет избежать неприятных последствий концентрация co2 в уличном воздухе значительно ниже при помощи современных приборов есть возможность измерять концентрации формальдегидов во время выбора квартиры офиса школы спортивного зала мебели что же делать если у вас дома или в офисе уже есть источники формальдегидов технология устранения формальдегида объясняется с помощью химической формулы это значит что поможет простое проветривание формальдегид в природе устраняется путем его реакции с озоном при котором происходит распад на безопасные для человека составляющие углекислый газ воду и кислород сам анализатор выполнен из пластика имеет достаточно легкий вес и компактные габариты белый цвет корпуса и сдержанный стиль позволяет такому гаджету вписаться в любой интерьер на передней панели есть три кнопки меню кнопка включения и ввода данных кнопка отмены действия и включения подсветки рассмотрим анализатор воздуха от компании квт эко 6 так как у него максимальное количество возможностей для измерения включаем прибор кнопка включения которая расположена на фронтальной панели прибора при включении в соответствии с заводскими настройками на экране отображаются все шесть параметров формальдегид летучие частицы бензол мелкодисперсные частицы два с половиной мелкодисперсные частицы 10 и углекислый газ также этот прибор может измерять температуру воздуха уровень влажности для того чтобы произвести настройки используется три кнопки находящиеся на передней панели прибора нажимаем на кнопку меню и видим что мы можем здесь установить дату и время сбор данных можем установить специальный сигнал и есть еще кнопки которые позволяют нам перейти к хранению данных и установить яркость экрана причиной появления мелкодисперсных частиц в воздухе служат выбросы пыли и процессы горения различной этимологии от извержения вулканов и работы строительной техники до приготовления еды на обычной кухне а также курение главное отличие во влиянии на организм человека в следующем более крупные в диаметре частицы pm10 проникают гортань глотку и трахею при дыхании при этом они легко выводятся из организма во время кашля или чихания вызывая лишь местное раздражение слизистых и аллергические реакции намного сложнее дела обстоят с мелкодисперсными частицами pm2 с половиной в силу малого диаметра они способны проникать глубоко в легкие и бронхи а далее в кровь цифры 2 с половиной 10 обозначают диаметр частиц в микрометрах для лучшего представления диаметр частиц в два с половиной микрометра в три раза меньше диаметра человеческого волоса по сути мелкодисперсные частицы pm10 на 60 70 процентов состоят из частиц pm 2 с половиной источниками паров бензола в жилых помещениях являются табачный дым клеи краски даже на картинах бытовые моющие средства отделочные материалы винил пвх пластмассы краска печатной копировальной техники аэрозоли ароматизаторы лаки для волос интересно что даже при остром отравлении бензолом первой и самой эффективной помощью является обеспечение притока чистого воздуха а значит важно просто следить за концентрацией бензола и вовремя проветрить помещение в то же время при непродолжительном вдыхании паров бензола не возникает немедленного отравления вероятность отравления бензолом высоких концентраций повседневной жизни близка к нулю но не следует забывать что именно длительное воздействие бензола на организм человека в малых количествах влечет серьезные последствия при хронических отравлениях наблюдаются симптомы безобидные на первый взгляд головные боли чрезвычайная утомляемость отдышка головокружение слабость нервность сонливость или бессонница расстройство пищеварения тошнота иногда рвота отсутствие аппетита полностью избежать появления мелкодисперсных частиц в воздухе которым мы дышим или других загрязняющих веществ к сожалению не удастся но контроль за их содержанием поможет оценить эффективность и полезность мер принятых для улучшения качества воздуха будьте здоровы до свидания